Вот она зашла к вам в сториз. Я, короче, должна была сходить с вами в спортзал, но утром я не проснулась, так что я решила потренироваться тут. Я, короче, попробовала держаться руками и подтягиваться. У меня это не получилось. Сейчас я вам покажу в следующем сториз, как это было. Не будьте хохотать просто. Сисиста. Что ты тебе падал? Ну, падай. Помоги. Нет. Пад, ну, пожалуйста. Колбаса. Колбаса, падай. Колбаса. Куда ты колбаса вообще? Ну, давай. Что? А что ты хочешь от меня? Ну, скажи, не везю про изменения. Кстати, очень много вопросов по поводу этого костюма. И не только это. У меня есть такой еще бежевый. Я была в нем в эфире. Завал просто в директе. Где я приобрела эти костюмы. Мне кажется, уже каждая девочка знает про этот бренд. Называется он Bonafide. Очень хорошее качество у них. Обтягивающие такие лосины. Подчеркивают вашу фигуру, вашу попочку. Вот, я купила себе три комплекта. Сейчас вам покажу еще две. Мне безумно нравится даже мотивация. Знаете, побольше появилось заниматься спортом. Вот, в следующей неделе 100% начнем сходить в спортзал. Это, короче, второй комплект. Тоже безумно красивый. Материал очень эластичный. Удобно заниматься спортом. Вы знаете, когда вы занимаетесь спортом, тоже должны быть уверены в себе. Красивые, сексуальные. Спорт же тоже сексуальный. Я не знаю, для меня как-то... Я раскрываюсь по-другому и хочется заниматься больше спортом, когда я одета красиво даже в спортзале. Так что я вам оставлю ссылочку, кто занимается спортом, кто любит спорт, обязательно покупайте такие вот костюмы. Вот, по поводу этого костюма были заданы очень много вопросов. Я была в нем в буфере. Кстати, вон такой цвет кожи. Многие подумали, что я в трусах. На самом деле, такая модель. Видите, как будто трусики и снизу вот такие вот лосины. Но все зашито вместе. В этом и есть, мне кажется, и физиуминка. А попа. Вообще какая сексуальная. В общем, этот костюм подчеркивает все ваши достоинства. Обязательно оставляю ссылочку. Можете зайти, посмотреть, есть разные модели. Задание, короче, было. Сейчас мы должны частушки написать для новичков, для одиночек. А одиночки должны написать про строчков или про те, которые находятся в отношениях. Интересно. Какие частушки будут? О, точно! У вас есть 20 минут написать частушки про одиночек. Кто у нас одиночка? Никита, Настя, Элину, вы не знаете, она новенькая. И про китайца, про капитана. Напишите мне вот здесь частушки. Четыре строчки немного. Вот. И может быть, я озвучу это на языке, когда мы будем читать. И вы через неделю увидите ваши частушки в эфире. Прикольно же, да? Ваня, короче, заказал ему новый корм. Надеемся, я от него не буду слезиться глазки. Кто напукал? Он. Серьезно? Я слышала? Да. Точно он напукал? Отвечаю. Скажи, что это семейная у нас. Это семейная. Ну, я просто сняла вчера на видео кое-что. Если Ваня мне разрешит, я скажу. Я разрешаю. Можно, да? Да. Так, сейчас вы увидели, как пухнул Лео. Сейчас вам покажу следующее видео. Так, а ну-ка давай посмотрим, если ему понравится. Дай. Кушай. Давай. Самый лучший корм, говорят, который есть. Ну, кушай, Леошка. Вкусно тебе? Вроде бы да. Еще ищет. Хочет еще. Все съел буквально за 2 минуты. Чтобы вы понимали, прошлый корм, корм, корм. Прошлый корм он ел где-то, ну, часа 2-3 может стоять там. Не ел вообще, не хотел. Ну, не нравилось там. Просто я взял 8 килограмм. Ну, сейчас я понял, будем брать по полтора. И это такое, вычислять. Сейчас я вам покажу, у кого есть самоеда. Вот, этот корм, говорят, что он очень. 9 тысяч стоит. Полторы тысячи? Нет, это 1600, а 8 килограмм там 9 тысячи. Ну, тут прошлый тоже 12 тысяч стоит. Тебе не стыдно? Маша, ты любишь пукать? Нет, не люблю. А пукаешь? Пукаю, честно. А где? Честно, в женской кухне. Но я тихо всегда пукаю, мне не получается громко никогда. Ты по-тихому, да? Да. Пупсик. 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 Иди к Наде. Меня спрашивали на синхроне, насколько я оцениваю свой юмор. Я сказала на 5+. А вы как считаете? Смотрите, как пристают к ней отдюхи. От меня с шабакой пахнет. Чувствует запах жулика. С шабакой, скажи, пахнет от тебя. Смотрите, какая у нас красивая ведущая. Будет сейчас разматывать всех. Ага. Посмотрите, как ему нравится играться в снегу. Пойдем. Что ты там потерял? Игрушку потерял, да? Иногда я его вообще теряю и не замечаю, где он. Потому что он белый. Точно-точно, как снег. Пойдем, Лео. Пойдем, 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 пойдем. Лео. Лео. Пойдем. Девушка, что он там делает? Пойдем. Я такую красоту себе заказала. Завтра, короче, вам все покажу. Вы просто офигеете. Я прям готовлюсь, Калтаев.